Слышно? Да, теперь у вас будет. Значит, небольшим коллективом в прошлом году выиграли премию фонда «Вызов» за инженерное решение. Значит, глава нашего коллектива, руководитель Ганг Георгиевич Хаджабагиян, замдиректора лаборатории физики высоких энергий нашего института. Ну и там, значит, авторах Григорий Владимирович Трубников, академик, директор института, и вот я. Значит, Ганг Георгиевич не смог сегодня лекцию прочитать, попросил меня. Поэтому я здесь и попробую первый раз в жизни прочитать научно-популярную лекцию. Если буду говорить сложно, не в защите. Рассказывать буду о том, что делается у нас в институте, потому что обозреть всё, что делается в мире на эту тему, это дело довольно-таки сложное и долгое, и то бы рассказать, времени бы хватило. Значит, буду рассказывать о магнитных системах таких ускорителей частиц, как синхротроны и циклотроны. Синхротрон – это кольцо, в котором пучок протонов или ионов разгоняется при многократном прохождении электрического поля. Чтобы он шёл по кольцу, нужно, соответственно, создать магнитное поле. И кроме того, нужны магниты, которые фокусируют пучок, корректируют пучок. Значит, искривляют пучок дипольные магниты, а фокусируют квадрупольные, так называемые магнитные линзы, фокусирующие линзы, и есть всяческие корректоры, текступоли, октуполи и так далее. Также встречаются поворотные магниты, когда нужно вывести пучок из кольца куда-нибудь на мишень или в детектор. Детекторные магниты, когда нужно в магнитном поле посмотреть какие-то процессы, которые происходят с частицами. Значит, вот здесь на слайде представлено... Значит, лазерные не работают. Вот работает. Не работает. Значит, в левом верхнем углу представлена схема комплекса Ника, который вводится в строй. В 2025 году заработает полностью уже с исследованием физики в коллайдере. Из чего он состоит? Значит, вот там написано Heavy Ion Lineck и Ion Source. Это линейные ускорители источники ионов, которые входят, эти ионы, сначала в кольцо либо бустера, либо нуклотрона, в зависимости от режима использования. Значит, в кольце бустера, это использование в режиме работы коллайдера, накапливаются эти самые ионы, дальше они заходят на нуклотрон, ускоряются, и потом двумя пучками выходят в коллайдер, где два пучка идут навстречу. В детекторах, вот там написано SPD и MPD, они между собой сталкиваются, и там будут изучаться процессы в кварглионной плазме, спиновая физика и много чего ещё, в чём я, собственно говоря, это лучше посмотреть на сайтах, в популярных изданиях, чем я это буду рассказывать. Значит, эти все ускорители, они работают при помощи магнитных систем, сделанных из низкотемпературного сверхпроводника, из него бетитана. Вот в левом нижнем углу, где Гаммлет-Гёрш стоит возле магнита нуклотрона, гиполь нуклотрона. Чуть правее это магнит коллайдера, как видите, у него два, значит, две трубы для пучка, то есть он создаёт поле, поворачивающее два пучка. Значит, в правом верхнем углу показаны фрагменты колец нуклотрона, густера и коллайдера. Значит, нуклотрон работает прямо-таки аж года с 93-го, запущен в 92-м, 93-го физические исследования. Представляете себе, развал Союза, все связи полетели, а в это время запустили ускоритель частиц со сверхпроводящей магнитной системой. Вот такие люди. Тогда запускали. И сейчас кое-кто из них остался. Это Ладжиган Георгиевич. Значит, а вот в правом нижнем углу показан квадрупольный магнит и отдельно его обмотка из сверхпроводящего кабеля. Все эти магниты имеют стальное ермо из электротехнической стали и обмотку из сверхпроводящего кабеля. Здесь, кстати, уже ВТСП обмотка. Это я ВТСП сюда поставил. Так, и кроме того, расскажу про такой класс магнитов, как циклотроны, вернее, магниты циклотронов, класс ускорителей и циклотроны, который широко представлен в ВИАЕ. Значит, циклотрон это магнит, не магнит, ускоритель, магнит циклотрона. Это ермо и соленоид из двух обмоток. Опять-таки лазер что-то не добивает. Значит, в левом верхнем углу фотография синхроциклотрона фазотрон, который был первой крупной установкой в ВИАЕ и создан аж в 1948 году еще с участием товарища Берии. И сделан он был за два года. Это вообще сказочный темп по сравнению с нынешними. Сейчас это такое не делают. Но вот, тем не менее, за два года сделали ускоритель протонов до релитивистских энергий 660 мегаэлектрон в вольт. Вот там показана наверху схема разгона пучков и здание, как оно было вначале, без медицинского блока, без новых пультовых, много без чего. Этот аппарат, эта машина потом прошла глубокую модернизацию в 70-е годы и увеличился поток. Использовался этот синхроциклотрон для физических исследований, прикладных исследований, лечения людей от рака. Вот прямо на нем спасали людей с раком мозга, и они потом жили еще по 5-10 лет. Сейчас, к сожалению, поскольку установка это... Ну, она прошла все мыслимые, немыслимые сроки эксплуатации. Она набрала радионуклидов, у нее износилась инфраструктура. Может быть, если будет чудо, будут деньги на инфраструктуру и на переоборудование, то сделать сверхпроводящий магнит и запустить заново. Ну, не знаю, не знаю. Значит, там магнит резистивные обмотки, то есть из нормального металла, из алюминия или меди на циклотронах. Ерму, опять-таки же, вот это огромное из электротехнической стали. Сейчас у нас делается... Вот я даже некоторое участие принимаю. Вот справа вот это вот снизу показана половинка герма циклотрона, выше, значит, сверхпроводящие обмотки. Вот такой сплит соленоид и сверхпроводящего кабеля. Это будет... Значит, этот магнит, это часть медицинского циклотрона, в котором будут использоваться протоны с энергиями 230 мегаэлектрон-вольт. 230 мегаэлектрон-вольт для отработки таких медицинских технологий, как флеш-терапия, онкологических заболеваний. То есть это протоны, которые проникают в организм на нужную глубину и выделяют энергию в основном на нужной глубине. Они позволят с помощью специальных масок облучать опухоль, не облучая здоровые ткани. Ну и, кроме того, для прикладных исследований, наверное, тоже будет применяться. Это делается всё в лаборатории ядерных проблем, но с участием других лабораторий, в том числе нашей физики высоких энергий, вот магнит мы делаем. Значит, кроме того, здесь показаны циклотроны, монтирующиеся DC-140, вот этот с красными обмотками. И, значит, на нём мы будем в том числе тоже проводить некоторые исследования сверхпроводников. Не исследования, а даже модификацию. Правее показан уже запускающийся в строй циклотрон МЦ-400, на котором мы в этом году уже начнём исследование и разработку технологий модификации сверхпроводников, усиления тока. Ниже, в левом углу, расположен циклотрон, да, хорошо, лучше так, DC-280, который является основной составляющей так называемой фабрики сверхтяжёлых элементов, где получаются элементы с номером 118, сейчас на 120 идут. Это то, что вообще в принципе не существует в природе, распадается мгновенно, и для исследований, что же собственно получили, нужны специальные экспресс-методы, периоды полураспада, там уже какие-то доли секунды. И вот на этом циклотроне делается столкновение ионов с мишенями из радионуклидов, где получаются новые элементы фактически. Вот чуть правее его схема, а вот здесь таблица с его ожидаемыми параметрами, на которые он выходит. В том числе я хочу обратить внимание на цифру 10-14 ионов ксенона в секунду. Это сколько, значит, 10 миллионов миллиардов, что ли, в секунду. Для ионных циклотронов это огромное значение. И поскольку у всех этих циклотронов у них поле создается медными обмотками. Ну вот мы делаем сейчас сначала с обмотками из необититана циклотрон, а следующая формация медицинских циклотронов будет с обмотками из высокотемпературных сверхпроводников, где гелий будет использоваться, ну, не жидкий гелий при температуре ниже 5 кельвинов, а, скорее всего, газообразный или просто креокулеры. Нажал кнопку, и он через некоторое время охладился, магнит, и можно включать ускоритель. Значит, вот здесь, в правом нижнем углу еще раз магнит коллайдера показан без труб для пучка, диполь. Вот у него две обмотки, это такой двойной диполь, а гермо единое. Значит, что еще надо сказать, что исследования, как они с 93-го года идут, то периодические и физические, и прикладные, то есть облучали различные материалы, биологические объекты, много чего, в том числе даже животных. Вот недавно на фазотроне был случай, во время буквально последнего сеанса, облучали обезьян, а потом, значит, там со своими сверхпроводниками пришел, и тут прибежал, значит, ответственный за радиационную безопасность, как так, что у вас тут происходит, что вы тут делаете, обезьяны на выходе из лаборатории, датчик на них сработал. Ну, они получили там по Грею на мозг, 1,2,3 Грея, в общем, их надо было нести дальше от датчика. Но обезьяны, сразу забегая вперед, выжили, и даже их когнитивные способности не очень сильно пострадали, а их так облучали, чтобы исследовать когнитивные способности астронавтов после долгих космических экспедиций, где там тоже дозы могут накопиться огромные. Значит, что у нас содержит магнитная система ускорителя нуклатрон? Её периметр 251 метр с лишним. Насчитывается 96 дипольных магнитов, 64 квадрупольных и множество корректирующих. Они охлаждаются потоком кипящего гелия, распараллеленным. Сложная криогенная система. Сейчас для всего комплекса нити построено ещё более сложное. И вот этот вот самый нуклатрон 30 лет, выше 30 лет уже работает. Магниты изношены. Надо модернизировать, надо менять. Сейчас прорабатываются проекты магнитной системы различные, в том числе один из них с использованием высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, которые будут охлаждаться потоком газообразного гелия при 50 кельвинах, что гораздо выгоднее по энергетике, по простоте и дешевизне эксплуатации. Вот здесь показаны более подробно схемы магнитов типа нуклатрон. Диполь, квадруполь, вот как он сбоку выглядит, диполь в криостате, и, значит, выглядит с торца в криостате. У нуклатрона двухслойная обмотка из необититанового кабеля. Ток рабочий до 6 кА, а в бустере до 9,6 кА, в коллайдере до 10,5. Ну так, для сравнения, чайник питается где-то 10 А, а сварочный аппарат 15, компьютер 5, а тут вот 6 кА, и такие вот токи похожие. напряжения тоже немаленькие. Значит, из чего делается обмотка этих магнитов? Вот слева вверху показано сечение так называемого стренда или провода из необититана, который состоит из множества волокон в медной матрице, грубо говоря, в медной, там много разных особенностей, диаметр волокон несколько микронов, диаметр самого провода ну там 0,7, 0,8, 0,9 миллиметра разные. Для чего так сделано? Потому что если бы прямо вот взять цельный сверхпроводник необититановый, то никакой сверхпроводимости не получилось бы, сорвало бы за счет перемагничивания и получились бы потери огромные в импульсных режимах. А все магниты синхротронов, они импульсные разной длины. например, у нуклотрона минимальная длина импульса 4 секунды. Дальше делаются кабели нуклотронного типа из этих стрендов, которые производились и сейчас еще тоже производятся и производились в Советском Союзе, производятся в России, есть много производителей в мире. На коллайдер уже брали финский провод. Сейчас опять думаем возвращаться к нашим отечественным. Делается вот такой вот кабель, как показано на рисунке, где трубка и на ней что-то намотано. Первый слой это трубка, в которой идет жидкий гелий, второй слой это множество намотанных по спирали не обе титановых проводов. Дальше идет нехромовая оплетка, все это заливается эпоксидным компаундом, сверху идет каптоновая изоляция и изоляция из пропитанной эпоксидным компаундом стеклоткани. Значит, структура кабеля кабель бустера в правом верхнем углу 6,6 миллиметра диаметром и 7 миллиметров кабель коллайдера. Токи соответственно в такой небольшой штуковине размером с обычный провод несколько киломпер. А вот в правом нижнем углу интересный кабель из сплющенных необитетановых стрендов. Почему интересный? У него тепловой контакт с охлаждающей трубкой лучше. Почему сумели отойти от сплющенных? Потому что пропитывали, начали пропитывать структуру кабеля, чтобы тепло передавалось. Вот здесь показаны некоторые устройства, на которых делаются кабели и магниты. Здесь старые устройства показаны крупным планом, а новые наоборот в деталях, а новые крупным планом, потому что там некоторые ноу-хау не хотят, чтобы фотографировали все это. Значит, слева вверху показана первая созданная в УИАИ кабельная машина. Ну, сами собрали и стали делать кабель. Значит, это было, ну, скажем, в конце 80-х, начале 90-х. Ниже показаны стапели, на которые наматываются вот эти кабели в виде обмоток и подготавливаются к помещению в печь для термообработки, для запекания эпоксидного компаунда. Его надо полимеризовать при 150 градусах Цельсия. А здесь показана более новая кабельная машина, которая уже была заказана по опыту собственных разработок. Несколько лет назад, когда начали делать, приделывать к нуклатрону остальной комплекс Ника на тех же принципах. Оказалось, что очень много магнитов, нужна более высокая производительность и так далее. Значит, для создания комплекса Ника была создана так называемая фабрика магнитов, главный зал ее слева вверху. Многие помещения как раз с намоткой магнитов не показаны. И вот слева внизу это новая кабельная машина. Значит, там имеется оборудование для монтажа магнитов большими сериями, проверки факума, электрической прочности, размеров, многого еще. И стенд для испытаний, собственно говоря, магнитов при низкой температуре под током. Потому что надо знать, что то, что мы намотали, оно даст нужное поле. Сначала был старый стенд, вот фрагмент его показан в середине вверху, на котором испытали все магниты нуклеотрона. Что такое испытание? Это охлаждается жидким гелием проточно и заводится вот этот импульсный ток килоамперы. А вот новый стенд вверху, его пультовая, пульт вернее, где отображаются куча параметров температуры во всех точках, ток, гидравлические параметры. Значит, вот здесь в середине внизу магнит, подготовленный к монтажу на стенд. Здесь вот стенд более крупным планом, где имеется шесть плеч для присоединения магнитов. одновременно могут работать два, на остальных идут монтажные работы, поскольку у нас еще кроме Ники оказался контракт с немцами ускорительный комплекс ФЕЙР, ускоритель СИС-100, часть магнитов. Ну, так какое-то время они прекратили, но потом вернулись, вот сейчас доделываем магниты, потому что больше негде. Самим чтобы разработать технологии надо было несколько лет. И теперь перейду постепенно к предмету доклада, к высокотемпературной сферпроводимости. Вот это слайд от наших партнеров компании Эс-Инновация, которая производит в России, в Москве завод есть, и Суперокс, вторая их дочерняя компания, японский Суперокс, их в Японии еще есть завод. Они производят вот такую ленту, которая состоит из подложки сабстрейт, обычно из хостеллоя нителевого сплава. Дальше на него напыляются последовательно шестью ионными источниками в высоком вакууме буферные слои, шесть штук, иначе не получится структура сверхпроводника. Дальше лазерным распылением и осаждением тоже в вакууме напыляется от одного до трех микрон самой собственно ВТСП керамики, а вот она, ее структура справа внизу. Это довольно сложный скажем так, довольно сложная керамика Итрии, Барри, Купру, Мо, но есть вместо Итрия другие редкоземельные металлы применяют элементы Годолини, Испрозий. Ток идет в основном по слоям Купру-О, вот плоскости АВ. В плоскости С сверхпроводимость гораздо слабее. И напыляться должно строго так, чтобы плоскость АВ лежала параллельно подложке, и не иначе, только В и А могут чередоваться. То есть, это как бы монокристалл, очень тонкий, ширина, при этом несколько миллиметров, а длина там 300 метров, 500 метров, вот такие куски делают. Это самое, наверное, сложное во всем этом деле сделать провод, но этого мало. Вот здесь сверху справа показаны катушки, как раз по несколько сот метров с этим проводом. и вот сам провод в медном покрытии после нанесения ВТСП слоя, который еще к этому времени не сверхпроводит, наносит магнетронным напылением серебро, затем отжигают в атмосфере кислорода, чтобы получился нужный состав. Вот это О7, это не 7, а 7 минус дельта, и дельта это большое ноу-хау, как его получить. И дальше наносится электродетический медь, там дальше можно нанести изоляцию, припой, что угодно. Метр этой ленты стоит 35-40 долларов, 4-х миллиметровый. Значит, сейчас немножко расскажу, что важно в сверхпроводимости. Здесь представлены вольт-амперные характеристики, так называемые, вверху. Здесь в данном случае кабель в сравнении с лосьем лент в жидком азоте. Значит, вольт-амперная характеристика выглядит так, что сначала идет нулевое сопротивление, потом, если это в кабеле, то какое-то перетекание, и дальше он по степенной функции или экспоненциальной уходит вверх, и начинается сопротивление, разогрев, срыв сверхпроводимости. Если вовремя не вывести ток, то он в правом верхнем углу у меня изображена лента, из которой ток не вывели, и один из ее участков сгорел. Соответственно, если такое будет в сверхпроводящем магните, то надо новое делать. Дальше, значит, изображена вольт-амперные характеристики, изображены те же, но в поле, и сразу видно, что меньше токи. В жидком азоте магнитное поле поле убирает начало перехода вниз по амперам. Дальше показано, от чего еще зависит. Это разогрев кабеля, когда мы вот здесь вот четырехленточный образец, изолированный и голый, в него выводился ток до довольно большого для сверхпроводника напряжения, 35 микровольт на сантиметр, это много для сверхпроводника, критический ток считается по критерию от 1 до 10 микровольт на сантиметр. И вот обратная ветвь, она лежит ниже по току, потому что сверхпроводник чуть-чуть нагрелся, и у него упал критический ток, грубо говоря, уменьшилась сверхпроводимость. А в изолированном образце этот нагрев гораздо сильнее, петля шире. Поэтому от чего зависит у нас сверхпроводимость, какой ток мы можем ввести от магнитного поля и от температуры. Чем выше поле, тем меньше можем ввести, чем выше температура, тем меньше можем ввести ток. Вот так называемая в левом нижнем углу критическая поверхность изображена. Критический ток по какому-то критерию, ток до перехода от поля и температуры. И видно, что падает очень сильно. то есть в нуле при пяти кельвинах там на ленту сколько-то может быть сотен ампер, сколько-то килоампер, а к азоту в поле совсем падает десятки единиц ампер. Дальше эта лента сильно анизотропна, то есть она имеет наивысший критический ток в поле, который ей параллельно. То есть угловая зависимость существует. И для нас важно, чтобы в перпендикулярном поле, чтобы в перпендикулярном ленте поле ток был максимальный, потому что, например, в кабелях всегда есть места, где магнитное поле перпендикулярно поверхности ленты. Да и в магнитах из ленты тоже такие места обычно есть. Поэтому то, что там в параллельном поле, это может быть много. Здесь представлены две разные ленты. Одна из них высокополевая, другая для применения в жидком азоте. И вот нижний график в поле перпендикулярном ленте они сравниваются уже при 0,5 тесла, хотя изначальный ток у ленты сунам гораздо выше без поля. Дальше зависит также от деформации. Вот здесь на графике показана деформация на сжатие и на растяжение ВТСП слоя. И отсюда, между прочим, следует, что кабели нужно мотать ВТСП слоем в гис обязательно. А в магнитах не допускать слишком большой деформации, уже доли процента они вызывают снижение тока, полпроцента уже может накрыть весь магнит. Поэтому нужно суппорты, расчет сил. для того, чтобы такую ленту сделать из нее нуклеотронный кабель, кабель нуклеотронного типа но ВТСП. Вот он показан, трубка, на нее наматывается по спирали много лент, по несколько слоев, много слоев, до 50 мы можем сделать сейчас пока что. И дальше тоже опять изоляция. Для этого были сделаны я сильно приложил к этому руку кабельные машины. Вот здесь показана в левом верхнем углу наша первая экспериментальная кабельная машина и принцип намотки. Вот просто также точно ленты по спирали наматываются, когда кабель проматывается между бобинами крайними. и значит потом для серийных уже магнитов сейчас доделывается буквально уже первые пробные кабели. У нее пошли вторая машина, в которой тот же принцип, но обкруточных узлов пять, есть изоляционный узел. И кроме того, можно, как вот показано в правом верхнем углу, поставить каркас соленоида и намотать прямо на каркас соленоида, а не просто на бобину. это нужно сейчас расскажу для какого класса магнитов. Значит, из этого уже ВТСП кабеля мы сделали четыре линзы, то есть фокусирующие квадрупольные магниты на ярме от бустерного магнита. Первую мы сломали при намотке. Она показала вместо десяти киломпер пять с половиной. посмотрели там часть лент полопалась. Посчитали, посмотрели при какой конструкции напряжение в лентах при сгибе. А там самое главное не просто что кабель намотать из этого хрупкого материала с керамикой, но еще и потом этот кабель должен выдержать изгиб. Так вот при изгибе оказалось, что кабели, которые дают хороший ток, они ломались. Поменяли конструкцию, натяжение, разработали умный алгоритм натяжения, вторая линза дала под десять килоампер и потом сломалась в результате пандеромоторных сил, потому что не закрепили концы, которые выходят из обмотки. На третьей линзе закрепили концы, она работала долго в циклах на десяти килоамперах, после чего мы поняли, что на десяти килоамперах при тридцати кельвинах уже все работает и стали экспериментировать дальше с импрегнированным кабелем, вот сейчас сделали, готовили к испытаниям четвертую, уже из импрегнированного кабеля, пропитанного компаудом, те были не пропитаны. Кроме того, мы сделали по ходу этих испытаний, одной из плеч стенда переделали так, что там можно относительно легко регулировать температуру. так все было пять кельвинов и как-то поднимали до тридцати, а сейчас свободно от пяти до семидесяти меняем. Поменяли таководы, там много чего было. Сделали ряд методик исследовательских, в том числе методику для вот левый нижний угол для измерения критических токов без контакта в азоте при промотке через ванну с азотом по намагниченности косвенно. Ну вот здесь показаны эти линзы в разной степени готовности и подготовки к помещению на стендах. Значит, ну мы-то хотим сделать на 50 кельвинов, а у нас на 30 работает. В чем вот эта лента, которую делают в основациях, они уже сделали ленту очень хорошую в полях на уровне ведущих мировых супер пауэр, ну и вот тоже примерно на уровне японских хороших лент. И тем не менее, ну ладно, что с этим делать, там дальше разберемся. Вот конструкция магнита, в котором ярмо будет охлаждаться жидким азотом из экономии, это 80 кельвинов, ну а на обмотке будет 50, потому что это уже и то много, сейчас 30, и посчитали, какие проставки из стеклотекстолита нужны, чтобы обмотка, раздуваемая магнитным полем, опирающаяся на ярмо, не сломала их, и в то же время, чтобы тепла не очень много с ярма, с азота, на обмотку с азота, с жидкого азота тепло переходит. Ну да, вот такие температуры. схемы этих магнитов с этими самыми проставками. Дипольный магнит и квадрупольный магнит, фокусирующая линза. Здесь вот показано сбоку трубка для охлаждения ярмо азотом, и газообразным гелием охлаждаем обмотку до 50 тельвинов. Работать у нас нуклотрон будет в следующих режимах. Это в качестве инжектора тяжелых ионов, с коллайдером в качестве инжектора поляризованных протонов и диэтронов. Протон это ион водорода, а диэтрон это там еще нейтрон у него в ядре. И как ускоритель с выводом пучка на мишени для каких-то прикладных исследований или для физических исследований отдельно от коллайдера. Значит, наибольшая мощность тепловыделения будет в магнитах в качестве режима инжектора тяжелых ионов. Здесь показаны некоторые режимы по полю. Максимальное поле чуть меньше двух тесла, это то, что дает электромагнит с ермом, тесла. И времена изменения поля. Посчитанное тепловыделение получилась в итоге выгода по энергопотреблению системы охлаждения в 10 раз по сравнению с тем, что на гелии. Такие вот параметры магнита. Поле, как я уже говорил, 1,8 тесла, ток 10,5 киломпер, там уменьшается количество магнитов, увеличивается их длина, и кроме того, вместо двухрядной обмотки однорядная. То есть идем выше по току, чем сейчас в нуклатроне. И вот наверху показана критическая поверхность современной, очень хорошей ВТСП-ленты. К сожалению, гладер не работает, ну вот в азоте, не в азоте, а при 50 кельвинах двух тесла, это 200 ампер тока. Мы хотим из 18 лент сделать, как сейчас делаем на линзах, потому что этот кабель удобный по размеру. Ну, мы можем, конечно, из 50 сделать, но это будет дорого, 40 долларов за метр ленты, всего около 100, а так 250 километров, ну, разница есть. И, кроме того, не влезают в ермо, надо все пересчитывать, переделывать, делать огромные размеры. Вот если бы вот так вот у нас было, вот как на нижнем правом рисунке показано, то вот это бы еще прошло, тут 700 ампер, примерно 30 кельвинах на двух тесла. А как это сделать? Ну, вообще можно сделать, но я вам попозже немножко это расскажу, сейчас пока пару слов про другой магнит. Значит, у нас еще разрабатывается из такого же кабеля, значит, магнит, как накопитель энергии, который накапливает энергию в магнитном поле. Система питания колец бустер и нуклатрон, которые работают, ну, вот здесь всякие графики показаны, кто хочет быстро разбираться, я сейчас скажу просто на словах, что они работают не в фазе, не в противофазе, а вот как-то между. И чтобы, значит, а напряжение на них, это сотни вольт, оно в основном индуктивное, там практически резистивное, ну, близко к нулю, это таководы, там связи всякие, которые на тепле. Чтобы из сети не брать громадную мощность, причем в выпускном режиме, когда ее качает там мегаваттами и вокруг все оборудование начинает глючить. Ну, решили сделать систему питания с накопителем энергии и с преобразователями тока, преобразователями постоянного тока на основе широтной импульсной модуляции наши партнеры LM-инвертор делают. Сейчас нам в этом году уже будет. Значит, кроме того, этот магнит будет охлаждаться жидким неоном и мы заказали неоновый ожижитель на 500 ватт холодопроизводительности на неоне в МГТУ имени Баумана. Кроме того, к этому магниту нужны ключи эвакуации, комплекс измерений параметров, таководы, криостат. Вот здесь на рисунке, где вот цветной, показан расчет распределения поля. там до 6 Тесла на обмотке. Это уже серьезно, там кабель будет из 40 ВТСП лент, силы, сдерживание сил. Сейчас покажу. Вот масштаб этого магнита с криостатом на левом нижнем рисунке. По какому принципу он делается? Значит, разработали схему каркаса магнита, как она вот здесь справа в серединке показана. Кабель ложится в канавке, то есть берутся ряд труб, в которых протачиваются канавки, на них наматывается кабель, сверху надеваются или даже в каких-то вариантах можно навинчивать верхние каркасы. Это обкручивается бандажом из ленты из нержавеющей стали. А почему все не сделать из стали? Потому что поле тоже импульсное и будут огромные вихревые токи, которые будут греть этот стальной корпус. Не пойдет. Значит, бандаж из тонкой ленты, а все остальное из стеклотекстолита. Ну, там нам на заводе, где делают конденсационные трубы большого диаметра, нам наматывают эти трубы, а в другом месте, где точат снаряды, в общем, где точат канавки, нам точат канавки. Получается, в итоге, здесь показан модельный соленоид, который мы сделаем первый, чтобы проверить технологию. Это уже будет в этом году, а большой наверное следующим все-таки. Для таких магнитов разработали спаи с низким сопротивлением, где ВТСП-лента ВТСП-слоем контакт с другой лентой другого кабеля, вот так массивы лент крест-накрест. Импрегнирование кабеля, вот здесь слева внизу схема охлаждения и питания этого накопителя, через две пары таководов, почему через две пары, хотели сначала через одну, чтобы лишнего не городить, но потом посчитали, а что если там возникнет переход в сверхпроводящее состояние и за сколько времени нужно вывести ток, чтобы он не сгорел. И получилось у нас, что выводить надо из двух половинок, потому что иначе успеет разогреться и сгореть, из двух половинок выводить быстрее, при том же напряжении. Ну вот теперь начинается самое оно то, как мы собираемся повысить в три раза критические токи, и тут придется немного сказать про то, что сверхпроводимость в общем-то квантовое явление, она сама получается за счет того, что при определенной температуре в некоторых веществах, за счет фанонного спектра или каких-то других колебаний в решетке в атомной получаются взаимодействия между электронами, из-за чего почему-то вот попарно электроны объединяются так, что они летят вместе, а они с противоположным спином и импульсом, и сопротивление одного электрона как-то с минусом передается на другой, и таким образом электроны летят по атомной решетке, не испытывая никаких сопротивлений при столкновении, это невозможно на самом деле вообразить, это просто считается, это вне нашего понимания, так же как и масштабы Вселенной, и релятивистские скорости вне понимания, так же и квантовая физика, но это все считается, из этого можно рассчитать какие-то параметры, я, например, прикидывал, что при некоторых условиях в 10 раз должен быть выше критический ток у ленты, чем сейчас, но на пальцах прикидывал, а потому что теория Бардина-Купера-Шрифера, которая работает на низкотемпературных проводниках, она не точно работает на наших вот этих высокотемпературных, нам достался самый капризный сверхпроводник, вот с таким приходится работать, но тем не менее, мало того, что мы должны получить критический ток, мы должны получить сверхпроводящий ток, мы должны получить высокий сверхпроводящий ток в поле, а поле в эти сверхпроводники, как и в любые промышленные провода, это сверхпроводники так называемые второго рода, у них поле проникает опять-таки же явление квантовое, оно проникает квантами, Квант потока, квант магнитного поля это очень-очень маленькая величина, 2 на 10 минус 15, минус 15 это что у нас там, это миллион миллиардов что ли, ну вот так вот, 2 на 10 минус 15 Вебера или Тесла на метр квадратный, в общем очень маленький этот квант, соответственно их проникает много, если у нас поле 2 Тесла, то на 1 квадратный сантиметр 10 в 11, 10 тысяч миллиардов этих самых квантов, но они образуют внутри сверхпроводника так называемые вихри Абрикосова по имени человека, который их теоретически открыл, а из чего такой вихрь состоит? Есть сердцевина, в которой в серединке нет сверхпроводимости, там второе критическое поле, которое ее давит, а вокруг сверхпроводящие токи, которые экранируют вот это вот поле, и середина такой обозначается обычно буквой Кси, а сам весь вихрь с токами, спадающими лямбда. Так вот, если эти вихри начинают в поле двигаться под действием тока, то начинается рассеяние энергии и нагрев, это у нас уже не сверхпроводник, напряжение, рассеяние энергии, а дальше переход и вот та горелая лента. Почему вообще во всех сверхпроводниках есть сверхпроводимость в поле под током? Ну просто потому, что они не идеальны, там есть некоторые дефекты, на которых сверхпроводимости нет, и вихрю этому энергетически выгодно, чтобы его серединка находилась на этом дефекте, там уже и так нет сверхпроводимости, нечего подавлять. Что из себя представляют эти дефекты? Ну вот, например, дислокации при большой деформации решетки. Кстати, вот тот же необититан, когда стали появляться провода с хорошим током, когда его интересно вообще получают этот провод, берется болванка из меди просверленной, туда вставляются стержни необититана и перетягивается гидроэкструзионным прессом под огромным давлением много-много-много раз, пока из вот такой заготовки не получается километр провода. Так вот, когда взяли заготовку не 100 миллиметров, а 300, то деформация стала настолько большой, что появилось много дислокаций, на которых появилось закрепление вихрей, к слову сказать, это называется пиннинг, от английского слова pin булавка. Поле прибулавливается дефектами и никуда не движется. Это могут быть дефекты поверхности, это могут быть какие-то внедренные наночастицы, как это делают ВС-инновации и много еще где, они уже внедряют центр пиннинга при изготовлении, но мало, да больше нельзя, не получается, они не идеальны. И когда поле у нас параллельно ленте, то пиннинг возникает на слоях, которые, ну там, Итрий, Барий, вот это вот между Купрумо, там тоже может возникать пиннинг, поэтому танк так поднимается, скорее всего. Но если мы сделаем дефекты не точечные и не где-то там на поверхности, а по всему объему в виде, колонн, как вот тут показано, то это, видимо, судя по всему, будут идеальные дефекты, чтобы создать наибольшую силу пиннинга. И что у нас для этого есть? Вот те инструменты, о которых я рассказывал в начале, это синхротроны и циклотроны, ну в основном циклотроны. Мы можем заряженными частицами пробивать колонны ВТСП слои, которых не будет сверхпроводимости. И отсюда получаются вот такие увеличения. Начали мы с того, что стали облучать на фазотроне. Ну это вообще для этого дела, видимо, не совсем подходящая установка, но тем не менее она нам результаты дала. Почему не совсем подходящая? Потому что у нее протоны, они летят на десятки сантиметров через металл, и у них бреговская длина в свинце для такой энергии 32 сантиметра. Там выделяется вся энергия. А у нас слой 2 микрона. То есть пробовали облучать многослойные структуры, думал облучать обмотки, и потом сразу бы приходилось их роботам ставить в ермо, потому что эти 660-мэвные протоны, они вызывают кучу ядерных реакций. Исследовали на детекторе, получается много радиоактивных изотопов, в основном кобальты, как источники гамма-излучения вообще, вот кобальт-60. Поэтому, хотя и видели 2,5 раза увеличение токов на нужных нам температурах и полях, причем без понижения критической температуры почти уже было 2,5 раза, но мы к пику не подошли. Вот, но тут еще и вдобавок позатрон закрыли, о чем я дико просто сожалею, потому что там бы еще облучать и облучать. Там только буквально в последний год там проводилось 10 разных исследований и для космоса, и для биологии, и для материаловедения, и вот со сверхпроводниками возились. Так до сих пор и не понял, с чем там связано такое увеличение тока, может быть со вторичными ионами, продуктами радиоактивных всяких ядерных реакций. Лежат там еще эти образцы, вот кстати, здесь вот на картинке, нет не на этой, а вот вот установка, где крутили бобины с лентой до, а вот она после, то есть облучили, подошли, посмотрели, все нормально, а на утро пришли снимать, а там радиоактивное, радиационное охрупчивание, и, короче, некоторые детали развалились просто. Вот так вот. Зато стеклотекстолит уяснили себе, что он очень хорошо держит, только цвет меняет. Вот, ну, с фазотроном, может быть, с протонами будет продолжено на какой-то другой установке. Значит, что у нас еще есть, кроме комплекса НИКО, где есть станции для прикладных исследований, где мы тоже облучали, поднялся ток, нам не хватило времени, чтобы на предназначенном для серьезных физических исследований нуклотроне набрать нужное количество ионов для облучения сверхпроводника, даже на коротком куске. Значит, ионные циклотроны низких энергий. Когда у нас ион, какой-нибудь тяжелый, типа ксенона или висмута, имеет энергию 1-2 мегаэлектронвольта на нуклон, то он в веществе практически ничего не наводит, потому что он там занимается не физикой, а химией, он не вызывает ядерных реакций. Мы видели на облученных образцах какие-то следы, там, радионуклидов тех же кобальтов, но очень мало, буквально сразу можно в карман и мимо датчика идти, который заорал на обезьян и более чувствительного, который на реакторе. Облучали на циклотроне ИС-100, который показан, вот, кстати, станция облучения с перемоткой, где там делали мембраны для фильтров, тоже путем облучения, но пластика. Для мембран хватало потока 10-9 ионов в секунду, а для ВТСП лент уже маловато, так как там нужны большие флюенсы, чем, флюенс это количество поглощенных ионов, в данном случае, ну, частиц. Слева внизу монтируемый DC-140, который будет наш основной технологический, где-то еще был MC-400, а на первом слайде, с которым мы будем работать уже в этом году, видимо. Вот что мы получили на ионах низких энергий, на ИС-100. Значит, референсные значения, то есть изначальные токи показаны значками пустыми, а заполненными показаны те, которые получились после облучения. То есть порядок величины это правильная оценка, учитывая, что там лента и так уже была с центрами пиннинга. А здесь вот на этом рисунке пояснение к тому, что такое пикбрега, поглощение. Здесь это я с какого-то сайта, где пояснялось про радиационную терапию рака, и тут поглощение в воде. Значит, у протонов чуть более размытый, пикбрега у ионов совсем острый. Ну а все остальное, там гамма-нейтроны, они поглощаются как попало, вначале больше. Но нам как раз не нужен пикбрега, нам нужна вот эта вот область, где подписаны протоны, ионы углерода, идут прямые линии. Там как раз происходит что? Заряженная частица своим зарядом расталкивает облака электронов решетки и, так сказать, как бы это выразиться, аморфизирует, то есть расправляет, разрушает. Вот для сверхпроводимости нужна очень сложная решетка, где-то она у меня вот тут была, нет, это наоборот пошел. Значит, а получается вместо вот этой красоты получается просто смесь оксидов, в которой никакой сверхпроводимости нет. И получается, что этой сверхпроводимости нет в дефекте, который, как вот показано на фотографиях на электронном микроскопе, вот та, которая правее, это вот как пучок летел сверху, вот такие точки, а та, которая слева, это срез параллельно пучку. И вот эти тени, это тоже аморфизированные области, без сверхпроводимости, они по размеру где-то по диаметру 7 нанометров, это десятки решеток, ну, больше десяти кристаллических решеток, ячеек кристаллической решетки. И они как-то получилось вот так, что они примерно равны диаметру ядра вихря, где не должно быть сверхпроводимости, вот этого ядра абрикосовского вихря, который должен закрепиться. А по длине они практически через весь вот СП слой проходят, там пробег около десяти микрон, бреговская длина, и они где-то там в подложке высаживают энергию и останавливаются. А сделать колонны они нам могут сквозь тонкий слой серебра, прямо-таки на готовой ленте, но не медненной, потому что в меде они будут терять энергию, рассеиваться и так далее. Таким образом, вот мы получаем исходный левый график, здесь правый график, который дает нам, но это при условии, что у нас на длинных кусках получится то же, что на коротких, он дает нам возможность перейти на 50 кельвинов, а может быть там и выше, на 60, но все, кто говорит про азот, и кто слышал, как кто-то говорит про жидкий азот, вот посмотрите, пожалуйста, на нижнюю кривую на любом графике, вот там слева ее на двух теслах вообще не видно, а здесь справа она как-то вылезла раза в три тоже, четыре, но все равно это такие маленькие токи, что никогда магниты из этой ленты, хоть облучай, не облучай, на азоте работать не будет, может быть 65 кельвинов азот под откачкой, может быть, это надо еще поднапрячься и производителем ленты и облучателем ленты. Тем не менее, там что 50, что 60, это дает огромную экономию на криогенных системах. Вот сводная таблица, опять с теми же графиками, вот что от этих вот нано-дефектов, но в большом количестве получается, было 207, стало 735, три с половиной раза, на высоких полях тоже там где-то три раза, даже в собственном поле ленты и то критический ток в полтора раза вырос, хотя там поле имеет меньшее значение, но вот тоже помогло. Причем, чем выше поле, в котором будет магнит, тем больше надо создать дефектов, чтобы получить пик вот этого увеличения критического тока, а потом со временем, когда повышается у нас флюенс, вот 1 на 10,12 на сантиметр квадратный, падает критическая температура и начинают падать токи, в собственном поле вообще сильно упал. Почему так? Ну, видимо, потому что разваливается вся структура суперпроводника вокруг, скорее всего. Ну, а чего еще? Или остается очень маленькое сечение между дефектами. Таким образом, этот механизм не беспределен. И, ну, тем не менее, три с половиной раза это все равно довольно хорошо. Скажу так без ложной скромности. Дальше, чтобы нам получить это на длинных кусках, разрабатывается вакуумная камера, в которой будет стоять устройство перемотки. Сейчас делаем 18 бобин по числу лент в кабеле. Одновременно будут пропускаться через пучок ускорителя. Сначала МЦ 400, у него там где-то 10,10,5 на 10,10 в секунду летит. ДЦ 140 там будет еще больше, 10 в 11 и больше. Вот, чтобы облучать промышленное количество для серии магнитов. Пока что нам на МЦ 140, чтобы набрать на один магнит модельный, надо 10 дней облучать ленту. Будет по расчетам. Это если еще все получится. Ну, дальше лента будет проверяться на установке для бесконтактной проверки, но модернизированной там будет магнитное поле рабочее и температура пониженная рабочая для магнита. Таким образом, хоть бы получилось. Хорошая технология будет, если будет. Для чего еще все это может применяться? Не только эта технология, но в первую очередь кабели. Значит, есть ряд опять-таки перспективных систем, которым подходят. Ну, вот Takamaki, вот здесь показана 3D-модель Takamaki TRT, одной из стадий разработки, которая разрабатывается в России, это Takamaki, в котором будет гибридный. В нем, ну, знаете, наверное, Takamaki, у него в середине по кругу шнур плазмы, в которой идет термоядерная реакция, вот внутри тероидальных обмоток. От нее, соответственно, летят быстрые нейтроны. Бланкет, то есть оболочка вакуумной камеры, где идет эта реакция, у этого Takamaki будет содержать радионуклиды, которых будет под действием этих, ну, там, уран, плутоний, всякие там минорные актиниды, ну, там, отходы ядерные, в которых будет идти ядерная реакция. Это прототип гибридного реактора источника энергии, а также утилизатора всяких отходов, которые иначе трудно сжечь. И, кроме того, можно работать на тореи, которым обычные ядерные реакторы работать не будут. Ну, такая вот дорогая большая установка делается, но, в отличие от тех Takamaki, которые сейчас сделаны и делаются, этот проектируется, что у него тероидальные обмотки будут, внутренний слой, из ВТСП, потому что там поле 20 Тесла. Такое поле уже никакие обычные низкотемпературные сверхпроводники не держат, ни при какой температуре переходят. И центральный соленоид, который первоначально разогревает плазму, он еще и импульсный, как бы такой трансформатор для разогрева плазменного шнура. Ну, кроме того, вот что еще есть из такого яркого броского. Это плазменные двигатели, например. Ну, я не стал здесь приводить картинку из Курчатовского, потому что не хочу ее светить. Ну, вот Вазимр, который в Америке делают, вот они уже практически прототип летного варианта с испытаниями на вакуумном стенде на Земле сделали, и там сверхпроводящая магнитная система на два Тесла. Соответственно, улучшение критических токов при более высоких температурах дает возможность сэкономить массу, которая у нас в полете, на системе охлаждения, на самой ленте. Кроме того, вот на правой нижней картинке показан некий гипотетический космический корабль будущего, бежпланетный. Как я уже говорил, в космосе огромные просто потоки по сравнению с тем, что у нас здесь на Земле. Это протоны солнечные и галактические, тяжелые ионы. В общем, все то, что отклоняется магнитным полем, в данном случае отклоняется магнитным полем Земли у нас здесь. А вот здесь предлагается сделать такую тоже тероидальную систему, а в середине убежище для космонавтов, чтобы они могли летать куда-нибудь к Юпитеру и оставаться здоровыми. Потому что сейчас даже считается, что полет к Марсу и обратно, это максимум, который человек может получить радиацией за всю жизнь. И сильно, так скажем, ну как сказать, все равно что-то будет. А вот магнитная защита, но это совсем дальняя перспектива, конечно. Вернемся на Землю. Лабораторные магниты, электроэнергетика и транспорт, это электромашины, трансформаторы. Так, ну накопители энергии, это я слегка загнул, там поля нету, стараются сделать. Но в индуктивных, нет, накопителях наоборот есть, это я только ограничители сюда не поставил. Надо уже выпить воды, а то начинают извилины заплетаться. Накопители энергии индуктивные. Сейчас, конечно, у нас этот наш смес, это огромный демонстратор, который оборудование занимает, ну вот примерно такую комнату, как эта, только не в высоту. Высоту метра три, все оборудование. А так дальше это будет помещаться в шкафчике, ну вот как эта дверь, когда перейдем на 20-ти тысловые магниты с охлаждением креокулерами. В медицине это могут быть помимо циклотронов, томографы. И также в промышленности это может быть индукционный нагрев металлов, а также всякая научная и промышленная, не только вещь, как генерация сверхвысокочастотных волн, там нужно магнитное поле, гератроны, лампы бегущей волны, клестроны и так далее. Немало применений, над многими уже работают. Ну, выводы, не знаю, повторять, не повторять. В общем, не буду я читать таким углом с экрана. Короче, разрабатываются ускорители частиц. На них сверхпроводящие магниты, и сейчас мы готовимся в Дубне. Ну, не только мы, в мире есть несколько, где еще делают экспериментальные магниты, но вот мы, кажется, единственные, кто всерьез собрался сейчас переделывать ускоритель на этих сверхпроводниках, его магнитную систему. Ну, циклотронами тоже занимаемся. Сверхпроводящими магнитными системами для циклотронов, самими циклотронами. Значит, что еще сказать? Ну, то, что показывал фабрика магнитов, и теперь начинаем на ней технологии высокотемпературной сверхпроводимости задействовать. Большие перспективы. Вот, хотелось бы сказать про коллективы, которые этим занимались. Ну да, там премия, вызов можно было подавать до трех человек. На самом деле, в этой работе задействованы коллективы из лаборатории физики высоких энергий, особенно из отдела фабрика магнитов, и еще из отделения номер 5, из других лабораторий. И лаборатория ядерных реакций, это циклотроны ионные. Лаборатория ядерных проблем, это фазотрон. И вот новый циклотрон, который сейчас, протонный циклотрон, делаем со сверхпроводящим магнитом. Кроме того, привлекались для всяких научных исследований коллективы из МИФИ, и ЗУИФТ, и других многих, скажем так, научных организаций. И, конечно, компания с инновацией, которая производит нам этот сверхпроводник, потому что без них нам бы пришлось где-то доставать американский или с низкополевым корейским возиться. Всего вообще в мире несколько стран, где производят высокотемпературные сверхпроводники. Значит, три компании в США, две в Германии, парочка в Японии, в Корее одна и вот у нас. В Китае сейчас начали одна компания. Значит, ну, что тут сказать. Работа на середине, продвигается потихоньку. И я бы хотел вот всех, кто меня сейчас видит, кто всерьез интересуется и подумывает, а не заняться ли ему чем-нибудь эдаким, присоединяться к нам. Особенно это касается студентов, аспирантов, будущих студентов и аспирантов. Или хотя бы на экскурсию пробиться. Покажу гораздо больше. Или наши ребята покажут. Спасибо за внимание. Прошу, задавайте вопросы. Так как у нас микрофоны по техническим причинам не работают, то мы будем выставать с места, можно только вставать, представляться и выставить по возможности кожи. Со своей стороны, наверное, могу сказать, что очень интересно, но очень интересно. Ну, дело интересное, старался проще. Не получилось. Можно сказать, что у нас больше шагов, про какой это, какой это, есть какие-то, на чем-то, куда это можно двигать, двигаться, рынок, да? Ну, рынок. Так-таки рынок, это прям еще нет. Вот, это все-таки пока еще в основном наука. Из таких изделий начинают потихоньку экспериментальные ограничители тока и линии электропередач. А ускорительные магниты это пока еще низкотемпературные сверхпроводники. Ну, вот, по, значит, лентам я примерно так обрисовал, где есть. По кабелям такого же типа это начал где-то в девятом, по-моему, или в седьмом году заниматься в США такой Данко Вандерлан, голландец, который переехал туда работать. Ну, как он сказал, эта идея висит в воздухе. И также они немножко, вот, компании, значит, компании это в основном те, кто делают ленту. Это, скажем, одна из первых и ведущая в мире, это Superpower США. Также надо помянуть Брукер и Тева в Германии, но они мало делают на продажу, в основном они себе. Корейский Сунам, где делают очень хорошую ленту, дешевую на применение в жидком азоте для бесполей и передачи тока. В Японии, в Худжикура, по-моему, там самая лучшая лента в мире. Ну, вот, Superox с инновацией, это, наверное, где-то второе место по высокополевой ленте по параметрам. А по производству это, я затрудняюсь сейчас сказать, увеличивают все время. Ну, как бы тут вопрос спроса. По кабелям и по магнитам пытаются делать, сейчас ускорительные магниты много где, и делают, и получаются. Вот я просто не знаю, где бы сейчас стали делать ускорители из высокотемпературных сверхпроводников. Где они вообще делаются? Китайцы сейчас хотят делать комплекс, но там вроде бы уже остановились на необе Титане, но мы вот хотим им предложить наши наработки и, может быть, даже для них сделать магниты. Фейер там что-то хотели делать на 6 Тесла, но вроде бы остановились все-таки опять на низкотемпературных. Такой ускоритель, который после большого адронного коллайдера на высокие энергии, как Future Circular Collider, одно время прорабатывали сделать его с полем 20 Тесла на высокотемпературных сверхпроводниках, поняли, что столько нету на 80-километровое кольцо, и решили делать 100-километровое кольцо с полем 16 Тесла на необеоловянных сверхпроводниках. Это интерметалит А15 спекаемый необеолова. Это сложная тоже технология, особенно магнитов, потому что его надо, магнит этот намотать, а потом правильно запечь, чтобы был высокий критический ток. Если ошибиться в температурном режиме, то можно выбрасывать. А если сначала запечь, а потом намотать, то все поломается, потому что это тоже очень хрупкая вещь. Ну, вот, тем не менее, будут делать такой вот ускоритель на низкой температуре. Ну, может быть, просто действительно технологии будущего пока еще не пришло. Ну, вот, проекта Камака, вот там много надо будет. Может быть, это поднимет производство, и если он будет, конечно, потому что он стоит, ну, в рублях, не знаю, миллиардов 500, наверное. Теперь это уже может надолго уйти. А в том, что, ну, отработать технологию гибридных реакторов, значит, чем плох ядерный реактор? Он может пойти в разнос, потому что у него идет цепная реакция. Чем плох термоядерный реактор для выработки энергии? Очень дорого. А если совместить, и вот эта вот термоядерная реакция в середине, она будет на небольшой мощности, ну, там, 50 мегаватт, 100, но она будет давать много быстрых нейтронов, на которых будет гореть без цепной реакции вот это вот ядерное горючее в бланкете. Причем там можно использовать, ну, что угодно. Уран, там вообще обедненный торий и всякие отходы, которые, наоборот, очень радиоактивные, не знают, куда девать. Ну, как печка, да, как выработка электроэнергии и тепла. А сама термоядерная реакция дает поток нейтронов, который нужен для поддержания ядерной, и при этом это можно в любой момент выключить. То есть не надо поднимать никакие стержни, чтобы остановить цепную реакцию, или наоборот, опускать стержни. То, в чем аварии-то все были. То, что шла цепная реакция в реакторах, неуправляемая. Тут не будет. То же самое, если сделать ускоритель частиц заряженных, поставить мишень, которая будет давать вторичные быстрые нейтроны, ну, вот как на фазотроне, полно этих. Как включали, то на входе площадки там сразу орал датчик нейтронов. Там знали, а, включили фазотрон, а это за 600 метров. И через стены бетона 4 метра. Значит, также точно можно в середину, допустим, бочки из обедненного урана дать пучок. Дозировано будут возникать быстрые нейтроны, которые будут не цепную, не разгоняющуюся реакцию. Пучок можно выключить в любой момент. Выделение энергии управлять от нуля до максимума, а не так, как в реакторах, которые при самой высокой производительности мощности и при самой низкой плохо управляются. Ну, как, собственно, почему Чернобыль? Они его загнали в неуправляемый режим. Там есть много версий, я не специалист, но загнали в неуправляемый режим. По поводу производственной линии для высокотемпературных, как вы говорили, сейчас, видимо, она работает как испытательная площадка, то есть производственная, а в процессе она будет производить, в каких объемах? То есть отборка, как вы делаете? Ну, это вот тысячи километров в год. Это такой начальный промышленный уровень. Ну, сейчас, кстати, к нему уже подходят. То есть тысячи километров в год, а если сравнивать с зарубежными? Ну, там, по-моему, десятки тысяч есть. Ну, я так тоже тут в этих всех рыночных делах не очень специалист, не смотрел последние годы. Но растет постепенно, потому что есть потребители такие, как вот экспериментальные, вот опять же электроэнергетические вещи, линии электропередачи. Только ограничители те же. Вот если такомак этот будет, высокополевые магниты, где делают уже на 40 Тесла, сейчас пойдут там, уже на 34 давно уже сделали, на 46 сейчас идут. Постоянное поле, 46 Тесла. А чем его еще получишь? Больше ничем. То есть раньше получали вот эти битровские магниты импульсные, очень короткий импульс, потому что разогреваются обмотки. А тут можно получить и 100 Тесла, потому что никто не знает, какое у него вообще второе критическое поле. то есть там может и 200, но там ток совсем маленький будет. То есть у высокотемпературных сверхпроводников применение как более высокотемпературные, хотя тоже смешно, во многих максимум это азот без поля, тут и с полем и на азот не выйдем. Но еще есть применение высокополевое. А еще они очень стабильные по сравнению с низкотемпературными и не переходят при больших скоростях изменения поля. Но мы вот в наши экспериментальные фокусирующие линзы давали скорости в несколько раз больше, чем на нуклатронных магнитах из низкотемпературного сверхпроводника. Вообще ничего не заметили. То есть никакой разницы. Открыть, пожалуйста, а скриды делают на высокотемпературе? Да, делают, но только я в этом совершенно не специалист. Но можно делать, давно уже делали, но они там хуже получаются, потому что на азоте там большой крип потока. То есть ему... А, я не специалист. Значит, поток... Как устроен скрид? Ну вот, теперь придется это подгружать еще. Два джизофсоновских перехода и кольцо из сверхпроводника. И оно должно внутри удерживать какой-то магнитный поток. И от того, сколько квантов туда магнитного потока зашло, зависит напряжение на джизофсоновских переходах. Так вот, при низких температурах эти кванты не скачут туда-сюда, а при высоких, то есть при азотных, скачут. И там неопределенности получаются. Ну, я, насколько знаю, это опять-таки сильно на пальцах. Давно это все изучал и в институте еще. А потом вообще к этому это не касался. А планируемые сроки запуска на новых магнитах? Скажите, не успеете, в общем-то, системы... Ну вот, мы должны, значит, этот накопитель энергии сделать в следующем году, ввести в эксплуатацию в первой половине. А нуклатрон переделывать, это вот мы в этот и следующий год должны показать, что у нас получается рабочий магнит на 50 кельвинах. И тогда в течение пяти лет мы переделываем нуклатрон. Это будет несколько десятков магнитов. Остальные, значит, есть еще одно, это термоядерное направление, но которое ограничено пока игрушечным токамаком с настоящей плазмой, но без термоядерной реакции в МИФИ, которую хотят сделать там на ВТСП. Николай, спасибо за интерес к реакции. Вы упоминали про накопитель энергии. Лет 10 назад в Пробино планировали на старых технологиях отработанных сделать промышленные накопители энергии. Есть какие-то оценки эффективности, сравнения эффективности на обычных технологиях отработанных и на современных? Да пока не до эффективности. Вот у нас в лаборатории большая культура работы с криогеникой и с другими сложными вещами, более сложными, поэтому мы пошли на индуктивный накопитель из сверхпроводника. А если бы, скажем, не это, то я, честно, хотя и делаю сам накопитель магнитный, но я скептик. Пока что очень ограниченные применения. В Пробино собирались просто как старые, где более делали, примерно по этой технологии, используете их иначе? А они там тоже очень хорошо владеют сверхпроводимостью, криогеникой и вот этими сложными системами управления всем. Поэтому, ну да, там можно. На атомных станциях, наверное, можно. Ну, они первым делом собирались продать на атомную станцию на резервную источную питание, а потом уже на суточные поливания питания в Москве. Ну, я думаю, что это скорее как фильтр-помех бы работало, потому что нужны более медленные, но с большей энергией. А тут у нас всего 3 мегаджоуля, а такое количество вот СП-ленты дорогой, 50 километров. Ну, я бы не сказал, что это коммерческая технология пока что. Много есть разных способов других. Да. А ну ты... Ну да. Так и будем, так и будем. А второй вопрос это как же ускорительная не будет ли там среднего фильма, на втором фильме. А, это хороший вопрос. Книжку. Значит, да, действительно, мы изучаем, мы изучаем радиационную стойкость, здесь просто обо всем не скажешь, мы облучали на нуклатроне, там было много вторички, и мы изучаем, как она, что она добавляет. поначалу она должна добавлять, но если мы уже на пике, то надо смотреть, как она... Это действительно, это важный вопрос, это мы учтем обязательно. Вам возможно вот это объявление пригласить. Можете рассказать немного про самоскорительник, то есть, зачем он нужен, на какой стадии, вот то, что был запуск принято Владимира Владимировича какой-то месяц назад технический фонд, что это значит? Вот давайте лучше все, кто хотят, почитают об этом у нас на сайте в научно-популярной литературе, вот тоже там Н плюс один, там Георгий отвечал на вопросы, а то, что я расскажу, я просто близко к тексту могу в лучшем случае близко к тексту пересказать что-то, но вкратце, вкратце я говорил, в 25-м году заработает коллайдер на физических экспериментах, это был технический пуск. Там не все доделано, понятно, как это всегда бывает, такую установку долго доделывают, там много будет что появляться еще. То же самое бустер, когда запустили, ну вот сейчас вот он работает там с каналами вывода на коллайдер уже и со всем чем нужно. Ну, клатрон работает. В общем, все это, это все процесс такой довольно, послушаю. это все процесс выводы, что у них салон, если у них для пульс-российцев она дает свой способ. А когда вы используете для трансферниальной мамонтики, это не то, когда глава Монг задает мамонтики, и он задает нахер какими-то подробными почтениями. У нас есть говорит, и старшинка нахер подключает, и сейчас вы не знаете с точки нахер и с точки нахер но в общем магнитный или все-таки частиц магнитный и для этого не нужны сверхпроводящие магниты это транскраниальная стимуляция это приборчик и вот так вот штуки на голову у меня электрический был магнитный тоже есть но я тут вообще как говорится это вообще не моя область но если пучком стимулировать это очень интересно спасибо за такую интересную информацию но я себе не очень представляю чтобы для стимуляции мозга кто-то залез головой под пучок там после то пучка подходить боишься а тут это смертельно больных спасать вот это как хирургия лучевая да это есть ну я говорю стептически пока к этому отношусь когда-нибудь может будет сейчас пока рано об этом говорить проще это реактор поставить но с таким со стимулированием реакции пучком чтобы не пошел в разнос ну правда ускоритель 500 метров линейные надо ставить или опять-таки какой-то очень или синхротрон или циклотрон ну вот да наверное каковы их в принципе эксплуатационные свойства эксплуатационные сроки значит в течение ну максимум 20 лет проверялась которые ленты плохо сделаны или подвергались интенсивному воздействию влаги тепла деградируют а так нет а что касается температур вот при обработке кратковременная 250 цельсия при пайке при скажем полимеризации 150 несколько часов это ну на пределе того где начинается уже немножко ухудшение свойств а криогенные температуры ну работает все это в пределе от пяти до восьмидесяти кельвинов то есть от гелия до азота грубо ну на азотных температурах это все таки не полевые применения только ограничители линии электропередачи а все что с полями это 65 минус высокие поля это лучше все таки 10 20 почему не 5 потому что например вот в такомаке в этом трт посчитали радиационный нагрев но не могут при таком радиационном нагреве охладить до 5 ну решили пусть 20 будет 20 уже могут охладить высокополевые магниты но это погружной гелий вот эти безумные там 50 плюс тесла всякие промежуточные это 30 50 60 30 50 скорее ну что еще по поводу какой еще был вопрос я что-то немножко что-то не ответить высокие поля возможность на низких полях уйти на высокие температуры и упростить систему охлаждения вообще от гелия избавиться но не азот это именно креокулеры это именно какие-то такие установки сухое охлаждение хотя внутри креокулера вообще тоже обычный гелий но он там внутри циркулирует и никто внимания не обращает того мало дальше преимущество то что позволяет работать с большими скоростями изменения поля то есть например трансформатор 50 герцовый или что-то вот магниты быстро импульсные быстро циклирующие не такие как у нас 4 секунды а можно и десятки герц сделать для ускорителей с синхротронов с очень высоким высокой плотностью пучка вот кто-то хотел да даже мне вот из того же протвино предлагали начать такую работу но потом у них пошел там не немецкий контракт в общем они это дело отложили так что так просчитывал ну что-то вроде должно получаться там быстро очень быстро циклирующим магнит ускорителя с высокой высоким потоком соответственно свежесобранный магнит сверхпроводящий надо тренировать по сравнению с обычными ну значит тренируют магниты не потому что в них возникают квенчи они во всех возникают они обе но в их магнитах есть невыбранные перемещения которые когда при первых переходах выбираются дальше он уже стран не дергается и магнит соответственно переходит при более высоких токах где у него там критический ток уже от поля в тсп этого нет не тренируются вообще то есть как вот оно перешло так оно только хуже может быть если перегреешь не тренируются спасибо большое за лекцию вы вот извините меня и я не понимаю что произошло у меня несколько вопросов у вас на одном из первых слайдов есть такая забавная надпись направление и правда скажите пожалуйста действительно влияет или не важно например у нас накопители через секцию через слой правое-левое правое-левое так спаять легче это не важно просто в одну сторону нет мы можем кстати и слои мотать крест-накрест получается красивее но она не держит такого сгиба как в одну сторону в кабеле да а ну там нет реактивная все-таки реактивная но там плазма греется при помощи высокочастотного нагрева и он циклотронный резонанс и она вылетает то есть ионы вылетают со скоростями которые на порядок там и выше чем химических двигателях чем в довольно больших количествах то есть это малая тяга но которая позволяет на межпланетных перелетах набрать большие скорости и уже даже к луне выгодно использовать такой буксир потому что там на выводимую тонну веса на тонну массы на орбиту там в два раза больше полезной нагрузки получится но лететь он будет на луны долго дольше чем на химическом двигателе а вот до марса это уже будет при условии что есть хороший ядерный реактор высоким кпд с хорошей системой охлаждения которая не проработана который космос тепло сбрасывает и что там еще а преобразователи энергии кпд очень низкий тут надо что-то придумывать и после этого она полетит реакторы есть плазмные двигатели есть можно считать вот двух систем не хватает нет совершенно нет заряженные частицы да в космосе нельзя за товарищем прятаться от радиации со вторичкой хуже выйдет но тут надо все рассчитывать то есть что эту гамму от магнитной системы будет поглощать потому что по сравнению с заряженной частицы высокой энергии ну там гэвный галактический протон гамму поглотить очень легко уменьшить которая вторичная вторичная гамма когда частицы попадают в первую оболочку допустим в магнит или в оболочку магнита ну тут все это считается это не зря люди придумали делать это прорабатывалось везде давно уже просто когда гелиевая криогеника то это очень трудно делать это и на втсп это очень трудно будет делать такую здоровую систему вывести в космос там собрать запустить ну да а это значит там вместо того чтобы поворачивать пациента поворачивают пучок вот вот эта вот система но я тоже в этом не очень разбираюсь этим не занимался никогда но там получается система магнитов которые которые крутят а это опять таки же на втспшной криогеники криокулерные удобнее делать вот такое применение сам не занимался не прорабатывал но иногда пациент он тяжелый в смысле тяжелое состояние его нельзя вот так вот вертеть а пучок под разными углами загонять нужно и поэтому вот поворачивать магниты придумали я не знаю сейчас это применяется в клиниках или нет и уже начали где-то не знаю но там старая работа на технологии то у них многие диполи были бракованы и выбрасывали но у нас же тоже на магнитах с ярмом хотя с ярмом проще она выравнивает поле но у нас проверяются все эти 5 и 10 гармоники у нас точность поля чего-то там минус 5 но это это требование меньше все равно чем на LHC потому что там пучок несколько миллиметров а периметр радиус огромный да то есть там все еще гораздо сложнее но принципе а какая разница высокотемпературным сверхпроводящим кабелем или низкотемпературным и там и там те же проблемы с полю с однородностью ну с точки зрения если делать из ленты то она широкая и у нее ток может пойти по одной половинке в какой-то момент это создаст гофрированность поля вот этого боятся если делать из кабеля то что он там не обе титановый что он в тсп то одинаково все и тем более если с ярмом но вот если без ярма то надо это вот проверять все совпадают ли эти результаты с теми что получено на низкотемпературах сверхпроводника может быть вы не знаете а вот технология расчета из каких слоев наматываете катушку диполя для классических стрендов и для ваших плоских она похожа или разная или сложнее ну я тут для диполя специализируюсь на кабели еще вот почему потому что из ленты вот эту вот седловидную форму ну вот как на диполях ее сложно намотать ломается а из кабеля можно а причем все эти магниты синхротронов они импульс ну как циклирующие а там нужен кабель чтобы у них ну напряжение были токи лучше побольше а напряжение поменьше сотни вольт поэтому лучше делать из кабелей так там больше токи получаются кроме того в кабеле получается охлаждение через центральный канал а из ленты как надо каналы специальные делать они там создадут еще пустоты которые механическую там проблемы могут в общем это отдельная совершенно тематика высокополевые диполи без ярма это надо будет обязательно залезть после нуклотрона пока что вот с этими еще надо добиться технических результатов а не научных ну год-два но это там еще были другие причины ну вообще говоря в ней так ничего сложного нет кроме алгоритма натяжения и подбора шагов синхронизации вот всей вот этой вот то есть там это все надо точно по расчету сделать иначе оно поломается сначала или потом подобрать соответственно углы намотки шаги намотки так чтобы это потом еще при изгибе натяжение вот это вот вот тут немножко пришлось посчитать и поэкспериментировать в общем ну по сравнению с ускорительным комплексом ника конечно ничего сложного или с производством вот сп ленты немного сложного ну это экспериментальные установки для исследований которые включить выключить любой момент они охлаждать там сколько-то сутки много да да поэтому если допустим циклотрон будет работать там 24 на 7 то лучше его сделать сверхпроводящим чтобы он раз захолодился и дальше работал и не выключать а энергии потреблял бы он очень мало там еще магнит постоянный значит кроме того не то что в планах а есть такая мечта сделать циклотрончик простенький сверхпроводящий для обработки ленты отдельной можно из ленты мотать только ну определить до определенного размера потому что индуктивность размер магнитной системы это индуктивность а индуктивность это замедление вывода энергии почему еще кабель можно быстро вывести энергию из магнита если что-то случилось чтобы он не сгорел из ленты сложнее там надо посекционный вывод делать ну там много всяких тонкостей которые даже не знаю как тут обсуждать их да мне вообще удивительно как это можно из любопытства интересоваться вот этим да еще прийти куда-то физически тушкой своей а не сидеть онлайн ну да ну да так у меня уже ум за разум заходит еще в такую ну честно не привык вот столько времени да там просто слов много написано настоящая регалия это там два слова диктатор вселенной или открыватель всего ну нет таких регалий да а вот у меня длинно со временем будет отпадать и надеюсь когда это останется там слово академик и все но это тоже мечты мечты вот мужчина белой рубашки понятно так теперь кто еще кто еще так ну и на специалистов вот так насчет транскрениальный был шокирующий вопрос но немножко не в тему но на 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 самых не так как тоже так но я говорю у меня уже ресурс кончился я на два часа заряжался два часа прошло нет так кто еще задавал вопросы так насчет так начнем каменную машину так так по биологии то так да чем книжки распределять это давайте 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 вы да ну вопрос хороший практически вопрос да действительно согласен вот какое главное качество начальника особенно начальника небольшого вот какое главное качество вот вы скажите почти 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 делегирование полномочий ну давайте до четвертую этот этот юмор для меня слишком тонкий да 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 они все разные вот если метеорка в параллельной миры вот естественная история будущего да потом путеводитель золота по галактике и голубая точка космическое будущее человечество вот не ну не обязательно биологу зоологию давать мне вот например как-то сон чужой приснился от биолога какого-то вот что запустили заново фазотрон и я на нем облучаю борщевик чтобы вывести супер борщевик облучаю протонами вот сон биолога приснился поэтому можно 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 ну да московск да так что давайте поаплодируем за хорошие вопросы спасибо большое за внимание спасибо за интересные вопросы да было интересно спасибо за прекрасные лекции ух хорошо большое спасибо что вы сегодня пришли нас было мало но мы в тележках было очень здорово а вопросы действительно меня поразили вот спасибо спасибо я бы еще если было многое не хватило бы на вопросы дай спасибо